11 октября 2002 года в Саранской гимназии номер 12 был праздник у школьников и нервный тик у силовиков. Очередной телефонный террорист не захотел писать контрольную и сообщил про бомбу. Голос записан на магнитную ленту. Сейчас в радиоузле находятся все преподаватели, учителя, которые прослушают эту ленту. А в 2004 году на связь с саранским директором реставрационных мастерских вышли черные археологи. Они захотели выкупить древний меч, который нашел возле одной из рек его пензенский друг. Находке мужчина не придавал значения и рубил железкой в огороде лопухи, пока заключение не дали специалисты. Оказалось, что таких артефактов всего шесть по всему миру, поэтому сейчас меч находится в историческом музее в Москве. 11 октября 2006 года в Саранске начинался отопительный сезон. Его старт планировался на несколько дней позже, но замерзшие в квартирах горожане атаковали городминистрацию жалобами. И коммунальщикам пришлось запускать тепло раньше срока. Игорь, где Володь Дурнайкин? Давайте сюда, давай идемте сюда на пятый дом, Васенко 5. В 2012 журналисты наших новостей рассказывали телезрителям забавную историю. Пропал житель Саранска. Родственники искали его несколько дней, поставили на уши полицию, а потеряшка в это время спокойно лежал себе в стационаре на обследовании. В последствии, значит, было установлено, что гражданин Галкин по собственной инициативе лег на стационарное лечение в данном медицинском учреждении. Я свое местонахождение попросил никому не сообщать. И сам об этом тоже никому не сообщал. Мужчину сдали соседи по палате. Они увидели его фотографии в рубрике «Внимание, розыск» на 10 канале и позвонили куда следует. Вот такой хэппи-энд. В 2016-м Людмила Чекал помогала полиции искать маньяка в Саранске. У нее был предупредительный сюжет о том, что по улицам города ходит мужчина и пристает к представительницам слабого пола. По крайней мере, такая информация разлетелась по социальным сетям. Но выяснилось, что ориентировка попала в интернет по ошибке. Маньяк оказался совсем не сексуальный, не серийный, да и не маньяк вовсе. Сотрудники полиции ищут не сексуального маньяка, а серийного грабителя, который в разное время нападал на жительниц города на улицах Богдана Хмельницкого, Полежаева, Пионерской проспекте 70-летия октября. В 2017-м Юлия Порунова рассказывала замечательную лошадиную историю. Кобыла по кличке Бразилии и Чалковского конезавода получила высшую награду на выставке «Золотая осень» в Москве. Все потому, что Бразилия идеальна с точки зрения канонов породы советский тяжеловоз. Почти утерянная гордость отечественных коневодов возродилась в этой кобыле. И напоследок немного недавнего прошлого, в 2021 году, 11 октября, пассажиров общественного транспорта Саранска проверяли на наличие масок. Это было обязательное требование, без них из автобусов и троллейбусов высаживали. Те, кто проводили такие рейды, знали о себе много нехорошего, но терпели. На этом все. На сегодня воспоминаний хватит, а завтра будут новые. Людмила Кусерова, Наши новости.